Тюнинг автомобиля В практике автосервиса часто приходится встречаться со сложными, а порой и трудновыполнимыми заказами. В первую очередь это касается желания доработать, а то и полностью переработать оформление интерьера автомобиля. Как правило, такие заказы выполняют специальные сервисные центры, применяющие при выполнении таких работ оригинальные технологии и материалы. Сейчас мы познакомим вас с некоторыми видами таких работ, применяемых при работе с салонами автомобилей. Перед нами автомобиль Cadillac DeVille, по просьбе заказчика удлиненный на 400 мм. Изменение размеров автомобиля потребовало полной переделки салона. Сегодня мы хотели бы вам рассказать о доработке автомобилей на примере Cadillac DeVille и Mercedes 280 SLK, доработка интерьера и акустического оформления автомобилей. Хозяин автомобиля Cadillac DeVille, видимо, его не устраивали габариты, поэтому он захотел удлинить его на 40 см. Здесь мы можем на примере увидеть то, что непосредственно от завода-изготовителя, когда была машина выпущена, была единая одна центральная стойка. Поставлена дополнительная стойка, то есть их стало две, и между ними поставлена ячейка непосредственно для удлинения самого салона. Для того, чтобы машина не прогибалась под собственным весом, нужно делать дополнительный каркас жесткости при удлинении автомобиля, поэтому был изготовлен дополнительный каркас жесткости. Помимо этого, человек, видимо, его не устраивала штатная акустика, и поэтому захотел звучание, чтобы было на порядок выше. Следовательно, отсюда следует то, что пришлось заменить штатную акустическую систему, поставить дополнительный усилитель и заменить головное устройство. Нужно сделать акустический объем, чтобы динамики отыгрывали в той же частотной характеристике, в которой они должны отыгрывать. Для этого делается шумоизоляция, и помимо того, что делает шумоизоляция дверей, делается также шумоизоляция всего салона, для того, чтобы создать акустический объем в целом. В передней двери фронтальная акустика непосредственно была установлена в Focal Access из серии Access 165A1. И непосредственно для того, чтобы она отыгрывала в той частотной характеристике, которая указана заводом-изготовителем, естественно, нужно делать шумоизоляцию, создавать акустический объем. Что, собственно, у нас на двери было сделано, мы проклеивали внешнюю и внутреннюю стенку и создавали объем для этих динамиков. Шумоизоляция дверей и всего салона была сделана из материала Noise Protection M1, толщина 2 мм. Это фольга на основе сырой резины, которая клеится на обезжиренную поверхность. Как делается шумоизоляция, мы можем показать на примере другой машины, то есть это SLK 280 Mercedes. Для того, чтобы наклеить шумоизоляцию, нужно вначале обезжирить поверхность. Она может обезжириваться как ацетоном, так и растворителем. Единственное, нужно брать тот раствор, который не будет портить лакокрасочное покрытие автомобиля. Поскольку поверхность, на которую будет наклеиваться шумоизоляция, в принципе, довольно большая, мы попробуем наклеить шумоизоляцию цельным листом. В проклеивании шумоизоляции нужно постараться как можно плотнее прижимать шумоизоляцию и выгонять воздух из-под самой шумоизоляции, поскольку если остается воздушный пузырь, то в этом воздушном пузыре скапливается конденсат и металл может прогнивать в этом месте. Поскольку на этой двери подвижной части есть торсионы непосредственно с замка и привода замка, для того, чтобы шумоизоляция не приклеилась к этим приводам, к этим торсионам, и они оставались подвижными, мы оставляем бумажное покрытие, просто подрезаем и потом клеим шумоизоляцию так, чтобы они оставались подвижными. В местах изгиба металла не надо давать особую натяжку самому шумоизолирующему материалу, чтобы он не надрывался, когда мы будем повторять форму этих изгибов. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь, когда мы познакомились с технологией укладки шумоизоляционного материала, рассмотрим вопросы, связанные с установкой акустического комплекса. Акустическая система состоит из 16-сантиметрового динамика, который устанавливается в саму дверь. Диффузор состоит из плетеного карбона, стекловолокно, и, помимо этого, центрирующая шайба, которая дает более широкий спектр звучания этих динамиков. Помимо этого, в комплект входит кроссовер разделения частот на мидбас и на твиттер, которые установлены в торпедо. А твиттер сам будет установлен непосредственно на передней стойке для создания сцены звучания непосредственно для водителя. Для установки фронтальных динамиков мы протянули в саму дверь новые акустические провода. И для того, чтобы установить фронтальный динамик, мы посадили этот динамик не на клеммы, в отличие от штатной акустики, а припаяли провода, поскольку клеммы имеют обыкновение ослабевать и в конечном итоге соскакивать. Поэтому мы эти провода здесь напаяли на контакты самих динамиков. После того, как мы напаяли, мы динамик устанавливаем в заранее изготовленные подиумные кольца. Подиумные кольца изготавливаются для того, чтобы динамик играл не под обшивку, а непосредственно акустический объем, и звук выходил непосредственно в саму сетку дверей. И на уже изготовленные подиумные кольца мы устанавливаем сам динамик на прямые саморезы, поскольку саморезы, которые идут в потае, в конечном итоге разбивается посадочное гнездо самого динамика, и динамик имеет обыкновение просто ослабевать в месте крепления. Твиттеры устанавливаются в передние стойки в комплекте со штатными кольцами. Поскольку у Твиттера довольно широкий диапазон прослушивания, поэтому динамик был установлен и направлен на центр лобового стекла, для того, чтобы впереди сидящим высокими частотами, грубо говоря, не резало ухо. Динамики, установленные в простенок, ориентированы таким образом, чтобы направить звук на пассажиров заднего сиденья. Динамики той же фирмы «Фокал», только линейка «Полиглаз», более дорогая линейка. И для того, чтобы этот динамик играл в той частотной характеристике, в которой он должен отыгрывать изначально, для этого мы непосредственно изготавливали саму накладку центральной стойки. Также сетка-гриль обтянута радиотканью. Это звукопроницаемый материал. И после установки этой стоечки у нас получается, что динамик будет отыгрывать в акустическом объеме. После установки динамика и шумоизоляции двери мы перетягивали также саму обшивочку полностью в кожу. И непосредственно после перетяжки устанавливаем обшивку вновь на свое место, подсоединяя все штатные фишки на места. Для создания объемного звучания сзади сидящим пассажирам в заднюю полку также были интегрированы такой же комплект полиглаз, как и был установлен в средней стойке. Помимо этого в задней полке сделано акустическое отверстие, которое закрыто также решеткой, перетянутой акустическим материалом, который проводит звукопроницаемый материал. В сетку гриль, которая устанавливается на заднюю полку, мы вмонтировали решетку, и вся эта сетка гриль перетянута также звукопроницаемым материалом. Помимо динамиков, установленных в передние двери, центральные стойки и на заднюю полку, в данный автомобиль был установлен динамик саббуферный, для того, чтобы он поддерживал звучание по низким частотам. Саббуферный динамик у нас установлен в багажный отсек, и под него специально был изготовлен корпус. Поскольку саббуфер у нас корпусной и устанавливается в багажный отсек, мы изготовили корпус для саббуфера. И на этот же корпус также установлены у нас усилители, двухканальный усилитель Audison и четырехканальный усилитель Audison. Помимо этого, для поддержания по питанию усилителей мы поставили конденсатор на 1 фарад M-Dimension. И для разведения силовых кабелей на каждый усилитель, поскольку идет один кабель от аккумулятора, мы поставили дистрибьюторы. Дистрибьюторы плюсовые. При изменении сечения, если изменять сечение кабеля, который идет от аккумулятора, нужно ставить предохранители при каждом изменении сечения. Следовательно, для этого устанавливается дистрибьютор с предохранителями по плюсу. И по минусу непосредственно устанавливается дистрибьютор минусовой, который делит с одного кабеля на два. Как вы можете видеть, усилители уже подключены. И после подключения непосредственно усилители Audison есть декоративная крышка, которая закрывает все наши подключения. После подключения всех усилителей к дистрибьютору и конденсатору вся эта конструкция закрывается фальш-панелью. И для удобства съема и постановки этих фальш-панелей мы сделали крепеж на деревянных столбушках, как вы можете видеть, которые дают возможность легко их поставить в фальш-панели и снять. Для того, чтобы не было видно проводов, подключения конденсатора и также подключения усилителя, и чтобы придать более красивый декоративный вид, мы также устанавливаем фальш-панель усилителя и конденсатора. Вместо штатного головного устройства мы в данный автомобиль устанавливаем мультимедийный центр EVO W202R, который будет контролировать звучание и видеоизображение всего автомобиля. Для того, чтобы его подключить, нам необходимо трассировать проводами RCA-кабель. Помимо этого, мультимедийный центр оснащен аудио-видео выходом, который будет подавать изображение и звук на потолочный монитор. И для того, чтобы подать на него, также нужно протянуть провода RCA-кабель, аудио-видео RCA-кабель. Сейчас мы можем вам продемонстрировать, как устанавливается мультимедийный центр EVO W202 вместо штатной магнитолы в штатное место автомобиля. Доработка потолка, удлиненного на 400 мм, требует большого объема монтажных и установочных работ. Поскольку мы изменили дизайн интерьера и перетянули его в другого цвета кожу и алькантару, следовательно, это касается также и потолка. Потолок мы перетянули в бежевую алькантару. Потолок демонтируется из автомобиля и удаляется вся проводка, которая была приклеена к самому потолку. После перетяжки мы вновь приклеиваем эту проводку, устанавливаем плафоны, как они стояли на этом потолке, для того, чтобы уже подготовить потолок для установки вновь на свое штатное место в автомобиле. Фиксация проводов на подложке панели потолка проводится с помощью термоклеящего пистолета. И когда термоклей у нас остынет, проводка будет жестко закреплена к самому потолку. Основная часть потолка устанавливается двумя мастерами и фиксируется в крепежных отверстиях. Затем монтируются обивки задних стоек. Заключительная операция – установка потолочного монитора Alpine и проверка работы всего мультимедийного комплекса. Теперь салон автомобиля полностью готов к установке сидений и напольного покрытия. Благодарим за содействие в подготовке видеосюжета общества с ограниченной ответственностью TransLand. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok